Итак, мы продолжаем наш жарочий конкурс. Это салат, который постоял вот несколько дней. Наверное, день он постоял в холодильнике. Или два дня, что ли. Ну, в общем, эта штука нереально вкусная. Это мне отсвечиваю. Вот, выглядит вот так вот. Но, у этой штуки есть недостаток. Она вся травяная. Если ваша фурсона является хищником, это вам не подходит. Если ваша фурсона является хищником, это вам подходит. Потому что, бомжуэй, это пачка фарша. Продается в говнете. Бренд «Моя цена». Стоит в районе 100 рублей за 900 грамм. Вот, надо обязательно обследовать каждую пачку. Потому что где-то на поверхности остаются кусочки красненького пластика. Осторожнее с этим. Меня это уже заебало, этот пластик вытаскивать. Но, в целом, фарш очень хороший. Очень хороший. Когда берете фарш, смотрите на его состав. Если там есть мясо диких механических обвалок, ну или домашних механических обвалок, это брать можно. Это дело хорошее. Вот, как это в данном случае. Ну, соль, вода, что-нибудь такое. Если в составе заявлены стабилизаторы, да ну и вы нахер. Если в составе заявлены ароматизаторы, не брать ни в коем случае, блядь. Ни за что, никогда не берите говно с ароматизаторами. Если там заявлены какой-нибудь, ну, например, горох в составе вполне себе может быть заявлен. Вот. Или, там, не знаю, заявлены пшеничная каша, манная каша. Это не для вашей хищнической фурсоны. В общем, у нас есть такой фарш. В принципе, можно прямо сейчас взять кастрюльку, надо ее, правда, немножко помыть. Вот. И прямо сейчас, полив это дело маслицем, можно это дело просто сразу выпекать. Но мы сделаем это немного лучше. Итак, у меня есть вот такой вот укроп. Это не реклама. Взял первый попавшийся, он дорогой. Но взял именно первый попавшийся, потому что нужно было бежать. Вообще, в этот рецепт лучше использовать семена укропа из зонтика. Но у меня вот что есть, то есть. Я очень люблю укроп. Очень. Конечно, перебарщивать не стоит. Ну, я вот так бы еще добавил. Далее. Я очень-очень люблю тмин. Ну, как-то так. Вообще, если вам не влом, то можете смолоть, то можно добавить, например, перец душистый. Я его сейчас класть не буду, потому что я все это молоть не собираюсь. Далее. У меня есть вот такая аджик сухая. Ну, вот. Опять-таки, все ваши любимые специи, какие вы любите. Я, например, также являюсь фанатом хмели-сунели. Хмели-сунели надо немножко... А-а-а-а! Многовато, ну и ладно. Ох, запах сразу пошел. Я передаю привет своей поджелудочной железе. Поэтому... Ой, чуть-чуть так, немножечко. Просыпал. Вот. Сюда вы можете класть все, что вам заблагорассудится. Например... Например... Например, я ебнутый и люблю вот такую вот вещь. Семена кунжута. Не знаю, меня почему-то от них плющит. Вот. Если у вас от чего-то еще плющит, например, гвоздики. У меня сегодня просто нет гвоздики. И тем более я ее молоть не собираюсь. Я лентяй сегодня. Сегодня мы делаем максимально простой бомжвейный рецепт. Максимально бомжвей, максимально просто, максимально лениво. Вот. В общем, все, что вы любите. Замечу, не все специи одинаково полезны. Например, сюда не надо совать всякие бульонные кубики. Сюда не надо совать всякие маги. Сюда не надо совать вегеты и прочие-прочие вещи. Вот. Я сюда добавляю только то, что я котирую. Вот. Все, что вы любите или, ну как-то вот, вам нравится. Повторюсь, если бы у меня не было, например, сейчас желания сделать это по-быстрому, я бы добавил сюда гвоздички. Я бы добавил сюда черного перца горошком и молотом. Естественно, я бы все это сделал. Вот можно добавить, например, оно не особенно, как бы, он здесь сделает погоду сегодня. Ну, пускай чуть-чуть будет. Очень, например, нужно быть осторожным с моим любимым розмарином. Вот. Если его добавить слишком много, то того этого. Так. Ну, в общем, кстати, насчет специй. Не надо ограничивать себя только специями. Этот у меня сейчас куриный фарш за 100 рублей. Можно купить фарш за, ну, те же, в принципе, 100-150 рублей. Например, фарш индейки. Можно взять говядину, свинину. Я не знаю, что у вас там есть. Да, если у вас есть сало, сюда охуенно заходит сало. Вот. Можно сюда натереть картошки. Можно сюда добавить чуть-чуть капустки. Там, не знаю, люди иногда делают с луком, чесноком. Я, например, чеснок вообще не одобряю. Лук одобряю, но мне его сегодня или не резать. Вот. Ну что. В общем-то, все. Осталось это дело склеить. Чем мы будем клеить? Итак. В качестве клея я добавил яйца. Это одно яйцо. И вот еще одно яйцо с двумя... Не то с двумя, не то с тремя желтками. Не очень понятно. Маленький третий получается вот тут вот был. Короче, мы не можем сфокусироваться, как всегда. Ну, в общем, вот это вот слева... Вот. Это вот одно яйцо. Вот второе. Такие вот яйца. Нахуя яйца? Яйца нужны для того, чтобы все это дерьмо склеить. Какое бы дерьмо вы туда не добавили, чтобы котлеты не разваливались... Они, кстати, если только мясо будет использоваться, не развалятся, не переживайте. Вот, в принципе, уже можно все это дело перемешать. Вот. Мешать одной рукой неудобно. Вот. Поэтому. Пауза. Ну, вот как-то так. Был бы у меня тестомес, я бы в него это дело поставил минут на пять. А-а-а, какая красота! Так, ладно, сейчас я это так жик-жик-жик. Тем временем поставьте на огонь сковородку, пускай из нее и начинает идти дым. Конечно, это не является частью рецепта, но так получилось. Я перемешал, и фарш, как по мне, немножечко жидковат. Мы это можем пофиксить мукой. Это, в общем-то, муку в любом случае добавлять надо, потому что... Ну как, в идеале, конечно, надо сделать панировку. Вот. То есть, каждую котлеточку взять, слепить, запанировать. Ну, блядь, у меня... После этого все стены будут в мясе, я буду весь в мясе, а котлет не будет. Для красоты можно это дело покрасить куркумой. Чуть-чуть для цвета. Так вот, если просто добавить муки или сухарей, или картошки, ну, по идее, вареный, по идее, сойдет. Так, это сейчас дело надо все перемешать. Вот. Пауза. Ну вот, как-то так. Получается что-то среднее между фаршем и тестом. Кто делал тесто на пельмени, знает. Вот. Такая вот уже плотненькая консистенция, то, что нам надо. Итак, тесто замесили. Получилось достаточно такое плотненькое такое. Тесто-фарш. Теперь берем рафинированное масло. Так, немного его. Нам много не надо. Поскольку я сказал, что формировать руками я не буду, это долго, скучно, ленивый, я буду весь в фарше. Просто берем ложку и начинаем хуячить котлетки. Можно так побылик сформировать их. Так. Ну, вот здесь тут еще одна поместится большая такая, красивая. Ах, больше. Лишь две поместится. Ах, вообще, слишком много делать тоже не надо. Так, я сейчас нахерачил. Так, делаем... Так, это немножко сюда. Огонь по максимуму, побольше. Вот. И бежим мыть лопатку. Бегом, блядь, пока оно не сгорело. Прошла пара минут. Идея в чем. На большом огне сделать так, чтобы оно покрылось корочкой. Давайте пытаемся заэкстратить корочку. О! Не-а-а-а-а-а! Сама котлета, естественно, сырая. Жрать ее нельзя. Но! Ай, блядь! Ай! Оно будет у нас с охуенными корочками. То, что мясо вокруг сырое лечит, не обращайте внимания. Так. Нам нужно создать корочку. Корочка, вот она, есть. Прекрасная, вкусная корочка, которая не даст нашим котлетам усохнуть. Вот. Мы все это дело перевернули. Отлично. Теперь. Так. Лопата все равно грязная. Мы берем наш газ, который у нас максимальный. И уменьшаем его, ну, вот до такого, наверное. И на 5 минут с одной стороны. Пока это дерьмо готовится, 5 минут ждем. Надо помыть кастрюльку. Мы сейчас будем варить макароны. Итак. Прошло где-то 7-8 минут. Котлетки стали более громкими. Кастрюлька помылась. И мы сюда будем сейчас макарончики хуячить. Так. Ну, здесь, в общем-то, простая вода. Побольше воды. И лаврушка. Я вот ебанутый и люблю такие дела варить с лаврушкой. Значит, мы добавляем сюда немножечко соли. Ну, как-то так. Вот. То, что вода сейчас будет пересоленая, не проблем, потому что все это будет потом сливаться и промываться. Я специально кладу соль с избытком. Вот. И теперь нашей грязной лопаткой, грязной в смысле шаром мяса, мы смотрим, что у нас получилось. Значит, что так. Я сказал 5 минут, но сам где-то делал 7-8 минут. Ну, смотрите, котлеты за это время не сгорели. Если не сгорели, то все отлично. Вот какая красивая корочка у нас получилась. Вот. Ну и, собственно говоря, все это дело достаем и пытаемся перевернуть. Перевернуть, перевеложить. Вот. Ну, как-то вот так. Сверху это можно примять, так вот, чтобы контакт был лучше. И еще минут на 5-7. Об этом можно забыть. Вот. Обратите внимание, то, что мы приминали грязной стороной, ну, грязной, чуть-чуть, сырой, поэтому мы их еще раз перевернем на одну минутку. А пока мыть вот эту хуйню. Мыть с мэлом! Тем временем обзор моей кормушки для птиц. Ну, как-то вот так. Никто это жрать не хочет. Тем более сейчас дождь. Похоже, оно еще и намокло. Оно никогда не высохнет. Если что, эта хуйня посажена на термоклей. Когда оно отвалится, я тоже не знаю. Вот. В общем, с кормушкой получился фейл. Вот. Специально для жрочеконкурса. Прошло еще где-то, ну, минут так 7-8, а то и все 10. Обратите внимание, оно начинает таки гореть. Это значит, что вот оно где-то близко. Вода, кстати, уже почти закипела, и это good. Значит, мы берем нашу чистую лопатку. Я ее мыл вот в горохе. Это шутка, если что. На самом деле, я ее помыл с мылом. Вот. Ну, и начинаем переворачивать. Чуть-чуть лишнего. Чуть. Ну, это не страшно, на самом деле. Одной рукой все делать не особо, но удобно. Вот. Так, надо главное не забыть, какие перевернул, какие еще нет. А-а-а. А-а-а. Ой, бля, вот это да. Вот это вот одна котлетка, да, вышла со целефейлом. Ну, в принципе, вообще это все уже можно выключать. Ну, что она как бы уже готова. Еще минутку я так приминаю, чтобы там остатки сока высшего сделались. Вот. Ну, и все, в принципе, можно выключать. Я вот... Вот так. Теперь макароны. В качестве макарон у меня вот такой вот нанейм. Продающийся на вес. Надо сказать, я думал, что они все одинаковые, но я купил чуть более крупные рожки, и они оказались полным дерьмом. Итак. Здесь главное вовремя остановиться. Вот там видите конструкцию? Если видите, то значит, ну как... В общем, она не должна до поверхности доходить. Дожидаемся, пока все закипит. И перемешиваем. Обязательно, блядь, перемешиваем. Сумею ли я совладать с ним? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ай, блядь! Горячо! Так. Котлетки уже остыли. Значит, уменьшаем огонь. Смели я вам показать огонь Нет, я сегодня не смогу вам показать огонь Короче, делаем так, чтобы не сильно вот оно булькало И так на 7 минут примерно Эти рожки конкретно варятся минут 7 Но я люблю, знаете, слегка чуть-чуть недоваривать Капельку, не аль денте, а вот так вот Чтобы тверденькие были Повторяю, самые дешевые бомжвейные рожки На развес Лайфхак Когда готовишь и хочется жрать Надо взять маленькую котлетку Взять ее в руки и пойти куда-нибудь в спальню Там ее заточить Пока ты ее затачиваешь, время летит незаметно Итак Рожку вверху В принципе, очень так годно получилось Значит, со что здесь Мы видим корочку Корочка защитила все остальное от прогорания Если бы огонь был поменьше, оно было бы поинтереснее Не так сильно бы зажарилось Ну, это кому как нравится Внутри мясо нежное Все прекрасно Конечно Котлета получилась более сухой Если говорить, ну, сравнивать с ресторанными Но вполне-вполне себе Съедобельные Как котлеты из фарша за 100 рублей Они Оху-ен-ны Всем советую Такое Хрючево Единственное, у них недостаток Они быстро кончаются Сейчас макарончики подоспеют И вообще все будет у лед Кто? Кто? Какая скотина сожрала одну котлету? Ах да, это же был я Ну вот Минвайл Тем временем Прошло еще 7-8 минут У меня спиздили еще одну котлету Не жизнь, а вот ужас Наши макарончики Ну, на вид Давайте Так, они немножко пристали Ой, надо перемешать их Давайте попробуем Что получилось Если не уверены То берете так вот И тестите Сэмпл берете Но Вполне себе готовы Сливаем Так, слив Значит, надо выловить Большие предметы И чуть воду Холодную И под холодной водой Вот так вот размешиваем Чтобы оно все перемешалось Вот Размешиваем И Сливаем Макарон я все-таки Ебанул многовато Вот Прекрасно Снова наливаем воды Снова перемешиваем Обычно так я делаю раз в пять Сегодня макарон много Возможно придется больше Это не должно было произойти Видите, бульон такой Мутный выходит Макарончик Но это ничего Третий раз мы заливаем водой Хотя как бы полноценка Существует первый раз И опять булькаем все это Булькаем Промываем Бульон наш Сновится Более Прозрачным Вот Третий раз Заливаем Перемешиваем Бульон уже почти прозрачен Естественно, когда я это дело Для себя делаю Не снимаю Я это делаю Гораздо быстрее Эту одну рукой Держать телефон Не особенно Камильфон Так Четвертый раз Мы это дело Замешиваем Можно попробовать Кстати, что получается Они уже холодные В принципе Норм Главное Я люблю, чтобы они были холодненькими Видите? Бульончик уже почти прозрачный Видите? Вот Ну и последний раз Пятый Главное то, что Обратите внимание Бульон уже прозрачный Макарончик уже Уже вода И вот здесь И сами макарончики Холодные Я люблю Холодные макароны Макароны Ну вот Ну вот Собственно говоря И Сейчас Сливается Получим Солью Вот Одну Извините Не могу Давайте И так У нас Должны Получиться Холодные Макароны Вот Видите Они блестят Это вода На них Натяжение воды Здесь нет Никакого масла Вообще Никакого И то, что они Холодные Позволяет нам Что? Добавить сюда Немного Радости Это наш салатик Который мы делали В прошлый раз Ну и Веточка укропа Вообще Макароны Сделаны Вот Так вот Слитые Быстро Они вот Только что Готовились Содержит Вокруг Блестящий Слой воды Ммм И можем Просто так Жрать Без всего Ммм Мм 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 Я по телефону Заехал Ластый Так Я тут Вспомнил Что у меня Еще помидорки Черри Есть Короче Я там Отражаюсь Да Короче Берем Макароны Ничем не Мазаные Ммм 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 Ммм... Мммм... Ммм... АААААА! ААААА! Охуенно. Помидорчики, кстати, можете купить у бабулек, продают по дешману. Не берите дичерри в магазинах. В магазинах они стоят пиздец дорого. Короче, думайте сами и решайте сами жрать или не жрать. А мне нужно. В общем, макароны, котлетки, макарончики и салатик. Макарончики быстро портятся, но котлетки идут в номинацию капитан дальнего плавания. Они, наверное, неделю простоят. Такие дела. А макарончики вот эти надо же сожрать сейчас же. через два часа они будут унылым, сраным говном, который жрать невозможно. Охуенно. Соль маловато. Вот такой набор блюдьев. Основное это котлетки. Это у нас такой гарнир. Котлетки для жрочек конкурса. Жрочек конкурс на радиоанонимус. Сегодня 3 сентября 2026 года. Жрочек конкурс будет идти до 5. Ну, может быть, что-нибудь я еще там приготовлю. Не знаю. Осталось фарша примерно на такое же количество. Можно или сейчас это дело пожарить. Может, кстати, его сварить. Вот. Несмотря на наличие муки. Ну, или я это собираюсь положить в холодильник и сделать потом еще одну партию котлет. Потому что мне вот этих вот оставшихся 3,5 котлет и вот этих макарон мне вот на сегодня Ну, вы поняли. Вот. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписка. Ну, вы поняли. Специально для жрочек конкурса на радиоанонимус. Субтитры сделал DimaTorzok